Это при помощи уравнения Менделеева Клуперона делается. Вот. Но нам сейчас потребуется, значит, уравнение Политропы, поэтому я ее просто сейчас и получу. Значит, точно так же, как делали с Адиабатой, только с Адиабатой у нас слева был 0, потому что тепла не подходила. А здесь будет так, С. Так, ну мы как будем? Давай для ню малей, да? Поэтому я вот сразу пишу так, на количество малей. Это теплоемость, которая для Политропы данной конкретной надо. Вот. Для Адиабатой здесь 0 ставится просто. Вот. Равняется ню ЦВАДТ. Это изменение внутренней энергии. А плюс ПДВ. Это работа. Ну, это да. Вот. Дальше мы делаем все ровно то же самое, что делали с Адиабатой. Только у нас, видишь, переходит вот это вот, переносим в левую часть. Вот сюда. Вот. И у нас по-другому теплоемку звучит. Так получается. ню Ц минус ЦВАДТ равняется. Ну, а здесь давай тоже сразу возьмем. Вместо П возьмем из уравнения Менделеева-Паперона. Получится ню РТ. На В. Да, поделить на В. По ДВ, да. Да, и по ДВ. Ну, я смотрю, даже у нас ню здесь уходит, видишь? Да. Количество малей. Вот. И мы приходим. С минус ЦВДТ. ДТ на Т. Да, да. Вот. А здесь получаем РДВ на В. И интегрирует, да? Конечно. Я на самом деле не помню, как он выражается. Поэтому все равно надо найти. Потому что показатель нам... То есть, зная показатель, мы будем находить теплоемкость. Вот. Значит. Теперь интегрируем. Получаем С минус ЦВ логарифм ТЭКТ0 и интегрируем от каких-то начальных условий Т0 до каких-то текущих. Я понял, что это же равно Р. Равно Р логарифм ВКВ0. И теперь можно к Е пить, да? Возвожу это туда Е, получаю ТЭКТ0 в степень С минус ЦВ равняется ВКВ0 в степени Р. Вот. Ну, в принципе-то тут уже можно как бы остановиться, да? Но давай мы еще сделаем шажок. Перенесем все это вот. Ну, как-то обычно записывают там произведение, равно константе какую-то, да? Вот. Тогда что я должен сделать? Если я перенесу это дело, то есть поделю на ВКВ0 в степени Р, то есть у меня получится вот так. сейчас проверить, чтобы я не ошибся, вы сметите ТЭКТ0 в степени ТЭКТ0 в степени ТЭКТ0 в степени ТЭКТ0 а здесь я умножаю левую и правую часть на ВКВ0 в степени минус Р. вот на ВКВ0 в степени минус Р равно одному? Одному. То есть мы вот уже получили произведение ТЭКТ0 в степенях. Да. Да. Можем там их теперь, ну, как-то, как нам нужно там какую-нибудь какую-нибудь единицу сделать. Угу. И давай все-таки через ПЭКТ0 тоже перепишем. Я вот вместо ТЭКТ0 напишу. Вместо ТЭКТ0 ПВ на АНЮР напишу. Тогда будет здесь вот так вот. АПВ П0В0 Да. Она в степени АС минус ЦВ ВКВ0 в степени минус Р. Да. Ой, да, единица получается, да? Да. Да, получается, единица. Все правильно. Вот. Итого получается вот так. П в степени Ц минус ЦВ умножить на В в степени Ц минус ЦВ минус Р. Равно 1. Ну, равно константа. Да. или П0 в той же самой степени. Может быть, константа, в принципе, да? Да, 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 конечно. Или П0 В0 на Ц минус ЦВ минус Р. Это как раз и есть константы. Ну, и можно там еще один шаг сделать, возвести корень, ну, чтобы там, например, П было единичкой. Показатель П вот написать так, П на В в степени Ц минус ЦВ минус Р на Ц минус ЦВ. Вот ЦВ, конечно, да? Это мы что делаем сейчас? Делим? Я извлек из этого корень степени Ц минус ЦВ или возвел в степени единицы на Ц минус ЦВ и получил константу такую же вот П0 на В0 это все в степени, да? Я понял. Ц минус ЦВ минус Р поделить на Ц минус ЦВ. Вот, мы получили как раз уравнение тоже ПВ в степени гамма не гамма, а вот в степени н равняется константа. Ну, да, эту гамму приравняем и мы не найдем, да? Да. И если знаем гамму, не гамму, а н, то мы найдем всегда Ц. Вот. Ну, я так смотрю, вот это можно в ЦП объединить. Это ЦП у нас? Конечно. Ой, не, не ЦП, извините. А, минус ЦП. Вот это вот мягче с минусом. Ну, понятно, да, ЦП. Я сейчас не помню доказательства, то есть, как вот для идеального газа это просто получается, а для... Ну, мы знаем, что ЦП это ЦВ плюс Р. Это же мы знаем, да? Да, вот это вот для идеального газа мы получали, а для не, для произвольного газа это тоже верно. Помню, но, в общем, там надо доказывать. Сейчас. В рамках этих задач это не требуется, а вообще надо вспоминать, как это делается. Так, ну, теперь поехали, собственно, переходим к задачам. Так, 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 так. Да, ну, как бы, в первый там я, как бы, просто, значит, нашел этот коэффициент. Да, 1,40. Сейчас я... А при некотором политропическом процессе делий был сжат от начального объема до конечного объема в 1 литр, давление при этом возросло.